Пётр Кульпа, бывший член правительства Польши, экс-секретарь Польши в парламентской ассаблее НАТО, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, Пётр. Добрый день, слава Украине. Героям слава. Пётр, хотелось бы поговорить о протестах, масштабных протестах фермеров в Польше. Они устраивают акции по всей стране, ну и предварительно это 500 митингов. Поляков даже сегодня призвали не идти на работу, а присоединиться к протестам. Как на это реагируют обычные граждане? Ну, короче, это огромнейшая проблема. В принципе, это первый день генеральной забастовки, который они рассчитывают на 30 дней. Так что это 550 мест, в которых парализована практически вся Польша. Ну, польские СМИ ещё до начала этих акций писали, что в среду страну ждёт Армагеддон, апокалипсис. Так ли это? И чего в итоге хотят добиться польские аграрии? Ну, официальные. Ну, это, конечно, конечно, это для страны, это парализ, это отразиться над всём, на работе всех учреждений. Ну, это трагедия. Но они чего хотят добиться. Во-первых, это акция протеста против предложений Европейской комиссии, связанных с ограничениями, которые повышают цену производства. Это во-первых. Во-вторых, это требование снять привилегии, да, и доступ к рынку, к производителям пельскохозяйственной продукции, которые не подходят таким ограничениям, так и в Европе. И третье, это снять ограничения для развития животноводства. Ну, вот, так официально это выглядит. На самом деле, это процесс, который рассчитан просто на конфликт. На самом деле, на конфликт. И это часть европейских протестов. В принципе, во всей Европе наблюдаем огромные протесты сельского хозяйства. Вот то, что видим. Сколько времени могут митинговать? Есть ли заявления? И готовы ли протестующие к компромиссам? Да. Да. Если они заблокируют привоз, не знаю, зерна из Украины, то ни в чем не поменяет их ситуации, потому что это зерно другим путем попадет на общий рынок. Так что вся ситуация, мне кажется, глубоко неправильная. Потому что на самом деле это противобесилие. Бесилие людей, которые не понимают, что этого типа действия ни к чему не приведут. Это политическая манифестация. Они добьются того, что получат компенсации финансовые. Уже есть разговоры. Короче, кто не пшеницей будет, будут получать доплаты 200, 300, 400 злотых в зависимости от региона Польши. Каким-то образом правительство деньгами может ограничить эти протесты. Но в целом это не дорога, потому что вся экономика находится в переходный период. Здесь есть проблемы. Это не протест, чтобы блокировать страну. По поводу блокады фермеров на границе. Сегодня в Госпогранслужбе Украины сообщили, что польские протестующие начали блокировать движение и пассажирских автобусов на одном из пунктов пропуска Медыко-Шегини. Как оцениваете такие действия? Причем тут женщины и дети, которые в основном и едут этими автобусами через границу. Ну, я думаю, что это часть тех же протестов, которые ходят в Польшу. В Польшу тоже автобусы не могут туда ехать. То, что просто блокируют, блокируют. Они об этом говорили. Я оцениваю это отрицательное. Это считаю на самом деле глубокое преступление. Да, и по-другому назвать этого никак нельзя. Ну, вот блокада поляков продолжается не только на украинской границе, на немецкой тоже. Конечно, не так массово, но все же есть. Когда, по-вашему, может решиться наконец-то вопрос с блокадой границ именно? Ну, а смотрите, вопрос, вы информируете, как будто вопрос космоса границы. Еще раз повторюсь, 550 мест в Польше, где блокируются. Граница – это маленький фрагмент этих протестов. Это большие социальные протесты. И как надо это видеть? Граница – это просто кусочек. Но на самом деле сегодня все дороги блокируются. Короче, из Битвии, из Германии, ну, просто из Чехии, со Словакии, из Украины, из Беларуси, все. В центре полной блокады, ну, на севере, на юге, где бы не взяли. 550 точек, представьте себе. И все это завалено техникой. И когда это закончится? Мне кажется, что будет достигнуто решение. Думаю, что сегодня вопрос, кого что на границах, он будет решен, потому что, как я уже сказал, есть договора, есть разговоры с украинским правительством и все это идет в хорошую сторону. И есть шаги со старами евроками, которые уступают в таких-то пунктах. И в целом, мне кажется, что вопрос будет решен таким образом, чтобы отбилить с каждым тех людей, которые будут выбрены этими решениями. От маргинала, которые заинтересованы конфликтом. И тогда просто будут нужны изменения в законодательстве таким образом, чтобы во время гибридной войны, в которой Польша находится, в России, в России, в процессе агрессии, в страны Российской Федерации, чтобы критическая инфраструктура была выведена из возможности блокирования. Потому что дороги, пограничные перехоты, железные дороги, это критическая инфраструктура и организация протеста, это не допустима. Вот просто будет закончительным решением. Ну вот эксперты говорят, что украинский экспорт существенно не влияет на стоимость зерна в Польше. Это говорят эксперты IPFI, Института публичных финансов в Польше. Они утверждают, что импорт украинской агропродукции не является решающим фактором, оказывающим влияние на положение польских фермеров. Согласны ли вы с этим? И что касается зерна из России, оно может влиять на цены в Польше? Во-первых, Польша является рынком, который... Польша немного зерна продавала и немного покупала. Короче, любой привоз зерна в Польшу очень сильно влияет. Сейчас не влияет, потому что он приостановлен. Но в 22-й, до половины 23-го года в Польшу приехали огромное количество зерна. Конечно, это не влияет. Влияет другое. Противическое решение России употреблять зерно, другую сельскохозяйственную продукцию, как оружие в войне. Потому что на самом деле Россия конвертирует газ, нефть на сельскохозяйственные продукты, датирует и бьет пациентам на беже в Лондоне. Это политика рассчитана на создание социальных конфликтов в Европе, что надо признать, у них получилась. Простая единственная ответственность, это изгнать из сельскохозяйственных рынков. Польший Сейм принял резолюцию большинством 96% газов о том, чтобы вести ограничения на приосте сельскохозяйственной продукции из Российской Федерации. Думаю, улатвия также взяла такое ограничение. Мне кажется, что мы должны быть последовательными, сделать так, чтобы не только приосте сельскохозяйственной продукции всей из Российской Федерации, но также транзит. Потому что если зерно через партии баултийские приедет, не знаю, в Испанию, попадает на тот же самый рынок, что это ничего не меняет. Поэтому нужен последовательный запрет, надо изгнать Россию из этих рынков. И это бы открыло больше возможностей для экспорта из Украины. Вот по поводу запрета импорта зерна из России и Беларуси, а какой вариант возможен? Полная эмбарго, квоты, пошлины? На что согласится Евросоюз весь? Ну, вопрос в чем? Это вопрос времени. В целом надо страниться к тому, чтобы был абсолютно запрет привоза зерна и другой сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси. Это первое. Второе. На то, на сегодня, на что может согласиться, это на пошлины. Например, могут внести 50-100% пошлины, таким образом, чтобы эта продукция была просто неконкурентоспособной. Третий вариант – это просто установить какие-то меры, потому что надо понимать, что те фирмы, которые оперируют в Украине, то зерна не оперируют в России. Если видим зерновую сделку, то эта сделка не была актерами одной финансовой группы. Это тоже надо видеть. Короче, многие страны, в исключении войн будет подход таких стран Юга Европы, Испании, Италии, Греции. И вот эти страны, главные импортеры зерна, они заинтересованы дешевым зерном, откуда бы она не происходила. Просто надо их убедить, что не российское, но украинское. У нас буквально две минуты остается до конца нашего эфирного времени, но хотелось еще спросить у вас о заявлении президента Польши. Анджей Дуда заявил, что Россия может атаковать НАТО уже в 26-м году. Он считает, что Альянс уже сейчас должен увеличить необходимый порог расходов стран на оборону с 2 до 3% ВВП. Насколько реально угроза для Польши? Конечно, угроза реальная. Короче, каждая минута в этом процессе ценные. Эксперты говорят, что если у большинства стран на сегодня проблема поднять уровень финансирования обороны до 2%, говорить про 3%, это нереально. Польша сегодня уже 4,5% и правительство готово поднять этот уровень до 10%. Это показывает реальный уровень воспринятия угрозы. Угроза воспринимается реально. Угроза воспринимается как возможность мобилизировать общество для того, чтобы поднять этот уровень, потому что это ключевое для инвестора. Никто не будет вкладывать денег в страну, которая не будет в состоянии показывать, что она в состоянии защитить сама себя. Поэтому здесь возможности Польши, особенно после последнего визита президента премьер-министр французского в Вашингтоне, когда были приобретены огромные количества нового оружия, в том числе современные вертолеты, в том числе очень много ракет. Вот все это создает почву для новой роли Польши во всей этой архитектуре безопасности. Но воспринимается все очень серьезно. Петр, спасибо вам большое за ваше время, за то, что смогли присоединиться к нашему эфиру. Я напомню, с нами по связи, по телефону. На связи был Петр Кульпа, директор программы «Школа министров» Киевской школы госуправления, экс-секретарь Польши в парламентской ассаблее НАТО. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok